Зубак, а в самых настоящих ручках, так похожих на наши собственные. Если прошедший год овцы можно было бы назвать временем барокко, расцветом салонности и тонкого стиля, то год обезьяны – это скорее рококо. Писк мод, виртуозность манер и общение, общение, общение во всех его разновидностях. Карнавалы, интриги, море развлечений и всяческих сумасбродств – неотъемлемые атрибуты следующих 12 месяцев. Однако, это будут сумасбродства отточенного ума, хорошо продуманных действий, ловкого оптического обмана. В общем, всего того, в чем так силен символ наступившего года. Ну, ожидать от него можно всего что угодно. Может даже укусить иногда. Может вот очень пихо быть ласковым, тихим, спокойным. Может просто скакать, веселиться. Характер очень общий, непредсказуемый. Вот так. Ясно теперь, что год грядущий нам готовит? Вот тут и оно, что совершенно не ясно. Уж больно характер у символа переменчивый. Одно точно – спокойствие и скука вам явно не грозят. Обезьяне нравится все новое и неожиданное – идеи, начинания, вещи. Так что выбрасывайте старый хлам и рискуйте. Ведь кто не рискует, тому, как известно, и бананов не достается. Все знают историю про обезьяну, которая моталась между группами красивых и умных животных и никак не могла решить, кем же ей быть – самой красивой или самой умной. А знаете, ведь это и есть настоящий символ года. Много шума из ничего. Так что беспокоиться о будущем, ну там ночей, не спать, худеть, бледнеть – в этом году все равно не имеет смысла. Все будет так, как будет.